Сотни жителей белорусских городов в рамках акции «Радость Рождества каждому» получили рождественские подарки, праздничные открытки и имбирное печенье, созданное руками добровольцев и друзей Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров». Также фонд «Покров» стал соорганизатором проведения конкурса «Рождественские каникулы вместе», который объединил сотни белорусских семей. Подробности из Минска. Радость Рождества каждому. Акцию с таким названием Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» организовал с целью подарить на празднование Рождества Христова частичку тепла своих сердец самым разным людям – и близким, и далеким, выцерковленным, и тем, кто заходит в храм Божий по случаю. Акция проходила в два этапа. Молодые парни и девушки, волонтеры и друзья фонда «Покров» изначально собирались, чтобы заняться формовкой, выпечкой и украшением имбирных пряников и печенья. Приняли приглашение поучаствовать в акции также молодежные сообщества в православных приходах со всей Беларуси. Суть проекта состояла в том, чтобы в дружеском или семейном кругу испечь душистое печенье, а затем поделиться ароматными подарками, в том числе с прохожими на улицах, которые по различным причинам не смогли ощутить радость Великого Праздника. Процесс снимали на видео и выкладывали в соцсети с хэштегом «Радость Рождества каждому». Смысл нашей рождественской акции намного глубже, чем просто испечь печеньки. Еще в свое время Антон Павлович Чехов сказал, что праздники, особенно Рождество Христово, имеют свой запах. И даже люди неверующие, они ощущают это в воздухе. На самом деле из опыта многих жизней и из нашей жизни мы это замечаем. О том, что Рождество Христово, конечно, хочется и чувствовать, и получать, и самое главное делиться, делиться радостью, теплотой и любовью. Кроме минчан поучаствовали в акции молодые люди из Баранович, Бобрульска, Борисова. Акция проходила и в приходе Рождества Христово в поселке Стиклево под Минском. Для многих прохожих это был, если не единственный, то уж точно первый рождественский подарок в нынешнем году. Нам приятно, что в таком празднике взяли внимание, дают подарки. Спасибо. Дай Бог им здоровья всем. И счастья и в работе, и в учебе. Хорошей погоды. Ребятам надо отдать должное. Они очень молодцы в этом плане. Что не забывают традиции, поддерживают. Потому что молодежь сейчас очень много забывает вот это вот всего и не знает, как празднуется правильно, как чего. Желаем всем огромного здоровья, счастья и успехов. Может, не все молодые люди забывают о празднике Рождества, о святках. Некоторые просто выросли в таком окружении, где праздновать не принято. Вы знаете, какой сегодня день? Да. Какой? Рождество. Кеса? Ой. Чтобы привлечь как можно больше людей, семей к празднованию Рождества Христова, к той традиции, которой следовали многочисленные поколения наших предков, благотворительный фонд Покров поддержал проведение конкурса Синодального миссионерского отдела Белорусской Православной Церкви «Рождественские каникулы вместе». Ребята вместе со своими родителями, бабушками и дедушками, всего 250 семей, на протяжении двух недель каждый вечер выполняли творческие задания, связанные с Рождеством Христовым. Создание юлочных игрушек, вифлеемской звезды, открыток, пение калядок, приготовление кути в сочельник и рождественского пирога помогло сплотить семьи в творческом ожидании, а затем и праздничная встреча Рождества Христова. В специально созданной группе Viber, где публиковались конкурсные задания и результаты конкурса, участвовало полторы тысячи человек. Есть надежда, что в следующем году такая подготовка к Рождеству Христову и Святкам объединит гораздо больше белорусских семей, а значит и весть о том, что Христос родился, зажжет огонек любви во множестве детских и родительских сердец. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Минск. Беларусь.